А это я отправляюсь на озеро. Вот наш домик. Я спускаюсь по улице вниз. Мимо тоже красивых домиков. А на подходе к озеру такой небольшой трейл есть. Такая миленькая дорожка вдоль озера. Цветут травы, все как в моем детстве, когда мы в Кончезаспе отдыхали. Вот сейчас каждое утро я вот здесь гуляю. Иду от дома к озеру и потом по этому трейлу. Согласитесь, идеалистическая картина украинского села. Только в Канаде. Я вам скажу, что водичка такая ничего. Но может быть еще чуть-чуть бы поднагрелась, и я бы уже тоже лезла купаться. Знаете, про что я думаю вот сейчас? О том, что я сейчас реально, когда мы переехали в дом, наверное, впервые в моей жизни я живу в том месте, в котором я хочу жить. Хотя, конечно, и в квартире тоже я хотела жить. Мне там нравилось. Но все-таки я понимала, что как бы final destination для нас это дом. Вот. И сейчас вот это место у нас появился, это дом. И честно, я не понимаю, как так получилось, что мы смогли купить этот дом. Что мы его смогли найти, что мой муж его увидел. Потому что, когда вы видели видео, когда мы ездили, смотрели дома, это был буквально второй нас раз, второй раз, когда мы ездили смотреть дома. И это был, по-моему, четвертый дом. Вот в ту субботу, которую мы посмотрели. И помните, да, Богдан его увидел. И он сказал, что все точно, это то, что нужно брать. У меня такого ощущения не было вообще внутри, что вот это то, что нужно. Не знаю, какой-то прям замыленный взгляд у меня был. Вот. Сейчас, конечно, я гляжу вокруг и на это озеро, и на окрестности, и то, как дом расположен, и то, как он умно сделан. Хотя он небольшой, но там все есть, что нам нужно. Вот. Это, конечно, меня очень сильно удивляет, радует. Я очень благодарна Богу, очень благодарна мужу, что он как-то вот смог это высмотреть, смог это все провернуть для нас. Как бы я не понимаю, как это все происходит. Вот. Так что, муж, спасибо тебе огромное. И еще тоже я вот смотрю на наш путь в Канаду. Я знаю, что многие смотрят мой влог из своей страны, да, из России, из Украины, из Казахстана. И вы думаете об иммиграции, только начинаете думать, либо уже не первый год пытаетесь найти иммиграционную программу, чтобы уехать. И я думаю, боже мой, вот для вас еще такой долгий путь, чтобы оказаться где-то вот рядом, там, где мы сейчас, наша семья находится. Вот. И на самом деле, да, это был долгий путь, но это был путь такой шаг за шагом, который мы проходили. Сначала надо было найти программу, потом надо было правильно составить документы, потом надо было подавать, потом надо было подавать еще, потом надо было ждать одни документы, потом вторые, потом третьи, потом покупать билеты. То есть, на самом деле, это такие маленькие шажочки. И если их не делать, то, ну, ничего просидеть не будет. Вот. Поэтому, если вы хотите уехать в Канаду, если вы чувствуете, что это для вас, опять же, это не для всех. иммиграция это сложно очень, это не всем подходит и я лично знаю несколько семей, которые рядом с нами жили, которые приехали, порадовались и уехали, они не смогли адаптироваться, поэтому это не для всех, но если вы хотите, если видение вашей семьи в том, чтобы ехать, то помните, что это все маленькие шажочки, надо делать один шаг за следующим шагом и постепенно вы придете туда, куда вы направляетесь, если будет Божья воля. Поэтому наш такой путь был длинный, наверное где-то активных было 3 года до переезда в Канаду и вот сейчас 2 года мы уже в Канаде и сейчас уже пожинаем плоды нашей эмиграции. И тоже интересно, что переехать в Канаду это не самое главное. Ты приезжаешь и ты никого не знаешь, у тебя нет окружения, у тебя нет друзей, у тебя нет церкви, у тебя нет всего своего. И опять же многие люди не выдерживают, они не могут найти окружение для себя, они не могут найти друзей, людей по сердцу, они тоже опять же уезжают. Для меня, например, тоже это был длинный период в 2 года, когда я искала друзей, когда я вкладывала в дружбу по чуть-чуть, когда я искала друзей среди русскоговорящих эмигрантов и среди англоязычных канадцев, которые здесь живут, когда я пробовала дружить, потом что-то не получалось, потом что-то получалось. Поверьте, у меня столько было слез и столько было падений и столько было разочарований. Но опять же то, что я вижу, маленькие шажочки, они шаг за шагом, они работают. Если продвигаться, например, к эмиграции шаг за шагом, вы будете продвигаться вперед, к дружбе новой, к новой работе, к покупке дома, все это потихоньку-потихоньку возможно. Наш путь такой вот был, вы его в принципе можете посмотреть на ютубе, и наша история есть, и почему мы решили уехать, и какие мы этапы эмиграции проходили. Все есть на ютуб канале моем, я даю ссылочки об эмиграции, что я могу вам рассказать под этим видео. На самом деле, я не спец по эмиграционным программам, которые есть сейчас, я сейчас уже ничего не отслеживаю, даже мой муж уже не отслеживает, но я вам под этим видео даю ссылки на группы в фейсбук, где очень активные эмигранты наши есть. И если вы хотите спросить про вашу ситуацию, о том, что вот я, например, юрист, мне 40 лет, у меня трое детей, могу ли я уехать? Что вы можете сказать? Лучше пишите в группы, я вряд ли что-то вам смогу ответить дельное, но программы эмиграции в Нью-Брансвик, в частности, в Атлантическую Канаду, они постоянно работают. Сейчас, например, появилась новая программа для тех, кто ухаживает за детьми и, по-моему, для тех, кто дома убирает. Поэтому вы можете узнать больше об этом. То есть, надо читать официальные сайты и вы можете опять же задавать вопросы в группах. Я желаю всем успехов, спасибо огромное вам за ваши поздравления и за пожелания успехов, которые вы нам пишите в связи с покупкой дома и с нашим переездом. Очень приятно с вами со всеми общаться. Желаю вам успехов и буду вам рассказывать дальше, как у нас будет разворачиваться наша жизнь, показывать все и будем тоже рады ответить на ваши вопросы. Пока!